МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно американские исследователи выступили с сенсационным заявлением. Они обнаружили у человека совершенно новый ген, отвечающий за склонность мужчин к проявлению агрессии. Он был назван ген-воином. Для подтверждения своей гипотезы ученые взяли анализы у тысяч заключенных, которые содержатся в тюрьмах США. Результаты оказались невероятными. Ген-воин удалось выявить почти у всех испытуемых. Есть зависимость между определенными полиморфизмами в геноме человека и степенью агрессии. Однако ученые предполагают, что ген-воин активен не только у преступников и тиранов. Он также проявляется у сильных личностей, способных стать настоящими лидерами. Но как понять, кто станет волевым правителем государства, а кто королем бандитов? Могут ли гены определять судьбу человека? Какая информация в них заложена? Последние научные открытия говорят о том, что люди, словно ходячие флешки, являются носителями информации, доставшейся от предков. Но можно ли менять генетические установки прошлого? Существуют ли гены счастья, удачи или жестокости? И могут ли они передаваться по наследству? Дальнейшие эксперименты американских ученых были еще более невероятными. Оказалось, что ген-воина влияет исключительно на мужчин, поскольку содержится в их схромосоме. Ученые заметили, что у представителей разных этнических групп этот ген встречается в разных пропорциях. И полагают, что ген-воина особенно активен у народов, в культурах которых воинственность занимает почетное место. Более того, исследователи считают, что в активности этого гена кроется причина резкого различия в поведении разных народов. Нации с ярко выраженным геном-воина становятся завоевателями и героями войн. А те народы, у которых этот ген находится в неактивном состоянии, будут отличными земледельцами и скотоводами. Последние где-то 60 лет мир живет без большой войны. И мир сделал огромный шаг вперед. И в плане установления каких-то норм международного права, и в плане борьбы, скажем, с какими-то диктаторскими режимами, которые в отдельных странах существовали, существуют. И в плане обеспечения прав человека, прав женщины, прав детей. Это уникальное открытие, казалось бы, разрешило долгий спор генетиков и психологов о том, что преступниками становятся не только из-за пробелов воспитания и дурного влияния. Однако теперь перед учеными встал новый вопрос. Если ген воина определяет не только тиранов, но и лидеров, то как понять, какую из двух сторон выберет человек? Как проникнуть в самое сердце воинственного гена? И главное, можно ли менять его установки? Добрый день, ребята! Здравствуйте! Девочки, мальчики, здравствуйте! Это знаменитый на весь мир спортсмен и врач Валентин Дикуль. Он один из самых ярких примеров того, как ген воина пробуждает в человеке не только лидерские качества, но помогает найти в себе силы в тот момент, когда оказываешься на грани между жизнью и смертью. Валентин Дикуль занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Ему удалось совершить невозможное. Поднять штангу весом 460 килограмм. Сделать приседания с тем же весом, отжать лежа 260 килограмм. Но самой главной победой в жизни Дикуля стало преодоление приговора врачей. Ты никогда не будешь ходить. Валентин Дикуль рос в детском доме. Его отца убили бандиты, мама вскоре умерла. Как и современные детдомовцы, мальчишки часто убегали. Кто-то шел воровать на рынок, а Валя мчался в цирк, манивший его как магнит. Старался помогать артистам. Усердного мальчишку заметили, стали тренировать как воздушного гимнаста. Сбылась моя мечта, то, что я пришел в цирк. И она длилась, эта мечта, очень недолго. На одном из представлений лопнула страховка, на которой была подвешена аппаратура. Валя, которому тогда было 14, упал с высоты в 13 метров. Подросток чудом остался жив, но его руки и ноги были переломаны. Самой страшной травмой оказался компрессионный перелом позвоночника. Приговор был у врачей один. Навсегда инвалидная коляска. То есть мне ходить я не буду. Однако Валентин верил только себе. Даже тогда, когда врачи разводили руками. Как можно встать на ноги, если позвоночник сломан? Дикуль еще не знал как, но уже был уверен. Его ноги начнут двигаться. Когда приезжали артисты, я просил всегда принести какую-то там железягу, бинты резиновые, эспандеры, гантельки какие-то и то, и другое. Мне приносили. Какое-то время от меня отбирали, потом опять я выпрашивал. И так началось то, что я начал заниматься, будучи еще в больнице. Потому что после травмы я еще 7 месяцев пролежал в больнице. И многие, те, кто смотрели на меня, и говорили, да, Валюшка, что ты мучаешься, что ты зря. Вот у нас 3, 5, 6 лет я уже с травмой с этой, и видишь, вот я не хожу. А ты что ты там себя мучаешь? Не надо. Нет, я махал рукой, я все равно работал. После тяжелейшей травмы Валентин Дикуль совершил невозможное. Он не только заново научился ходить, но снова вышел на арену цирка. Все, кто знал Дикуля, говорили только одно. Произошло чудо. Но каких невероятных усилий стоило ему это чудесное исцеление. Я сказал, буду, сделаю. И мало того, что когда я пошел, у меня еще полтора-два года ушло на то, чтобы восстановиться и вернуться в цирк. Единственное, что вернуться в цирк воздушным гимнастом уже не было возможности, потому что ни один врач, ни одна комиссия не подписала мне разрешение подняться в воздух. А с детства я, конечно, любил сильных людей, легенды, сказки, все, где сильные, могучие богатыри приходят на помощь, помогать слабым, нуждающим помощь, которых обижают. Меня это симпатизировало. И я решил подготовить номер силового жонглера. Дикуль добился успеха и в этом. Вскоре он играючи жонглировал 84-килограммовыми гирями. Сегодня Валентин Иванович возглавляет Центр реабилитации больных с травмами опорно-двигательного аппарата. Для тех, кто потерял надежду на исцеление, Дикуль словно доказательство жизни и чуда, которое, уверен Валентин Иванович, каждый совершает для себя сам. Разработанная им методика признана эффективной во всем мире. Но откуда в приютском мальчишке взялась такая невероятная воля жить и помогать другим? Последние исследования ученых говорят о том, что лишь 10% детдомовцев оказываются способны адаптироваться во взрослой жизни. Большинство спиваются, уходят в наркотики, пополняют армию преступников. Получается, что генетическую программу действительно можно менять. И ген Воина может работать не только на разрушение. Исследователи подчеркивают, генетическая мутация лишь закладывает особенности темперамента. Но их реализация зависит от условий, в которых растет маленький боец. И порой правильное воспитание сильнее того, что заложено в генах. Очень многое зависит от воспитания. Воспитание как характер воспитывается, сам характер. Будешь пассивный, будешь слабовольный, не будет силы воли у тебя. Конечно, в жизни ничего не бьешь. Что же такое гены? И почему порой нашу жизнь определяет принцип «яблоко от яблони недалеко падает»? Официальная наука считает, что ген – это главное хранилище информации в организме человека. Гены определяют, какого цвета будут глаза и волосы у ребенка. Именно в генах заложено, будут ли у человека наследственные заболевания, и как его организм будет переносить ту или иную болезнь. Однако на один вопрос ученые не могут найти ответа. Как возникли гены, а главное, кто закладывает в них эту информацию? Генетика играет значительную роль в характере. Поэтому довольно часто наблюдается такая ситуация, что у детей проявляются в целом черты характера родителей. Это связано не только с особенностями воспитания, но и во многом с тем, что действительно гены от родителей передаются детям и обуславливают те же самые черты характера, что и родители. Но только ли родительские гены определяют судьбу будущего ребенка? Считается, что все дети приходят в этот мир безгрешными. Они счастливы уже от того, что появились на свет, и все, что им нужно – это забота и тепло матери. Однако недавние открытия ученых доказали, что в каждом человеке еще до его рождения формируется ген, в котором закладывается информация о том, будет ли он счастлив при жизни или нет. В 2009 году научный мир взорвало сенсационное заявление американских генетиков, которые объявили, что обнаружили у человека еще один необычный ген, отвечающий за веру и доброжелательность. Исследователи назвали его генсоздателя. Наблюдая за поведением однояйцовых близнецов, которые генетически идентичны, ученые выявили удивительную закономерность. Если один близнец верит в Бога, то независимо от воспитания окружающей среды, также будет верить и второй. Спустя несколько месяцев ученые объявили, что нашли ген, отвечающий за слепую веру. Изучая мозг человека, физиологи обнаружили, что в нем существует особая область, которая отвечает за эмоциональное состояние человека. И по мнению экспертов, в зависимости от того, насколько активно работает эта зона, зависит степень веры человека. Это когда ты осознаешь, что ты есть. Вот это короткая формула. Когда ты выделяешь и отделяешь себя от окружающего мира, и я есть, да, я есть. Это есть огромное счастье. Это означает, что ты получил право на индивидуальное начало. Заслужил это право. Ученые продолжают опыты, но уже сейчас они убеждены, что активная работа геносоздателя влияет на то, каким будет жизнь человека. Будет ли он счастлив, или всю жизнь проведет в мучениях. Но как понять, какая участь уготована тому или иному человеку? Пытаясь ответить на этот вопрос, ученые пришли к выводу, что ответ кроется в прошлом каждого из нас. Наш мозг – это прием, передающий устройство. Основной центр, такой информационный сервер, он находится там, где-то далеко, в наосфере. А может быть, где-то рядом, прямо на Земле. И мы лишь в нашем мозгу имеем некие адреса к ячейкам памяти, доступ. То есть мозг – это пароль той ячейки информации, которая где-то хранится под нашим именем. Получается, что во Вселенной каким-то необъяснимым образом записывается весь прошлый опыт, какие ошибки совершали наши предки, их промахи и достижения. Но если вся информация хранится во Вселенной, то что за сила распределяет ее для каждого человека в отдельности? Некоторые исследователи уверены, раз кто-то закладывает в нас информацию еще до рождения, то может оказаться, что этот кто-то и управляет нашей жизнью. Когда человек выходит на новый энергетический уровень, нет проблем включить те или иные для него хранилища баз данных. Не нужны вот эти провода, компьютеры. Он уже часть огромной информационной базы данных или там массива. И он мгновенно получает ту информацию, которая накоплена где-нибудь там на Альфа Центавра или в Тау-Кита. Но это предполагает большую ответственность. То есть человек должен быть готов работать на таком уровне. Теперь ученым осталось ответить на самый главный вопрос. Может ли человек изменить Вселенский счет в свою пользу? Исследователи уверены, что может. И эта уникальная способность есть у каждого из нас. Ведь человек был создан абсолютно счастливым. Одни люди, которые верят в то, что человека создал Творец, неважно, как его назвать каким словом, Богом, Аллахом, я не знаю, или на других языках. И атеисты, которые считают, что человек произошел в результате какой-то спонтанной эволюции, так сказать. И от простейших микроорганизмов вырос вот такой человек. Хотя, с другой стороны, говорить о том, что эволюция в переводе с латинского означает развертывание плана. Чей план? Мы когда говорим терминами, мы даже не все понимаем, какие термины мы употребляем. Эволюция – это развертывание. Развертывание плана. Значит, у плана есть Творец. Но кто осуществлял этот план? В поисках ответа на этот вопрос ученые выдвинули новую версию и предположили, что человечество создали инопланетные беженцы. Чужакам было некомфортно на Земле, требовался подчиненный разумный вид, который поможет освоить эту планету. И подтверждение своей гипотезы ученые нашли в древних источниках. В мифах всех народов есть упоминание о том, что человечество гораздо древнее, чем принято считать современной наукой. Ему не сотни тысяч, а сотни миллионов лет. Об этом говорится в индийских ведах. Правда, климат в те времена был другой. И выглядели предки современных людей иначе. Много выше. Были и другие отличительные признаки. Судя по сохранившимся артефактам, это были цивилизации, которые своим развитием превосходили нас сейчас. Поэтому их войны приводили к чудовищным катаклизмам, смещениям полюсов Земли, гигантским цунами, страшным землетрясениям. В результате гибло почти все население планеты. Климат на ней резко менялся. И многие выжившие, понимая, что одним им не уцелеть, создавали новую расу людей. Я считаю, что Земля действительно является полем битвы. И мы об этом сегодня уже говорили. Где разные разумные расы пытаются решить вопрос о своей гегемонии. Мы не одни на этой планете. И не исключено, что нами управляют. И, естественно, если нами управляют, значит, это злой умысел. Потому что если тебя эксплуатируют, значит, эксплуатируют в своих личных эгоистичных целях. И до тех пор, пока человек будет оставаться эгоистом, он этих противников не победит. Так кто же были древние боги? Прежние разумные жители Земли или космические пришельцы? С какой целью они создавали человечество? Быть может, это был научный эксперимент вроде современных опытов на животных. Ведь геном человека и шимпанзе почти идентичен. Он совпадает на 98%. Недавно исследуя древние ацтекские источники, ученые наткнулись на удивительный факт. Там говорится о том, что не человек произошел от обезьяны, а наоборот, обезьяна была потомком человека. Существует легенда о пяти солнцах. Она сохранилась сегодня чуть ли не в дюжине вариантов разных. Солнце подразумевается эпохи мировые. Согласно этой легенде, второе солнце, вторая эпоха, закончилась глобальной катастрофой, и те люди, которые не выжили, превратились в обезьян. То есть ацтеки знали там 500, 600, 800, тысячи лет назад, что обезьяны произошли от человека, а не наоборот. В условиях глобальной катастрофы они резко деградировали и превратились вот, что у нас называется сейчас, в человекоподобных обезьян. А те люди, которые выжили, продолжили существование нашей расы, нашего человечества. Но пока это лишь громкая версия. Ученые до сих пор только пытаются разгадать загадку происхождения человека и жизни на Земле в целом. Мы все это пытаемся понять. И биологи, и генетики, и физики, и историки. Но пока мы далеко от понимания. Вот в чем дело. Вот в чем прелесть-то, я бы сказал. Именно в том, что у нас еще впереди есть огромная перспектива понять, кто мы такие, откуда мы и куда мы идем. Несколько лет назад, проводя опыты с обезьянами, исследователи заметили, что вожаки обезьянных стай не всегда самые физически сильные, но всегда агрессивны и жестоки. Это помогает им занимать и удерживать руководящее положение. Агрессивность – один из древнейших эволюционных механизмов выживания, присущих как животным, так и человеку. Он миллионы лет помогал защитить себя и свой род в борьбе с многочисленными внешними опасностями. Все эти звериные инстинкты когда-то были нужны для выживания. У человека условия, так сказать, его развития привели к тому, что более поздние возникли инстинкты, человеческие. У человека в какой-то момент, знаете, примерно 30-40 тысяч лет тому назад, когда человек стал охотиться артельно, то есть обязательно группа охотилась на больших и опасных животных, это были охотники-загонщики. Вот тогда возникли между людьми гораздо более теплые отношения и возникли инстинкты, такие вот верности, сопереживания. Но как быть, если условия жизни изменились, человеку ничто не угрожает, а старые инстинкты сохранились? Люди с высоким интеллектом стараются использовать эту энергию на достижение результатов в спорте и карьере. Настойчивость помогает добиться лучшего полового партнера, завоевать его, теперь уже в переносном смысле. Но от этого процесс не становится менее увлекательным. Другие направляют агрессию на самих себя, что приводит к печальным результатам от как бы нечаянных травм вплоть до осознанного самоубийства. Исследуя примеры сотен тиранов и убийц, ученые задались вопросом, а существует ли ген жестокости, доставшийся нам от предков? И может ли он передаваться по наследству? Это один из самых жестоких серийных маньяков 20 века. Андрей Чикатило. В период с 1978 по 1990 год он совершил 56 убийств. Его жертвами были в основном дети от 7 до 17 лет. Когда он работал учителем в школе, дети издевались над ним. Добиться свидания с девушкой было редкой удачей. Все это сильно сказалось на дальнейшей жизни Чикатило. Издеваясь над своими жертвами, он тем самым одновременно мстил своим прошлым обидчикам. Это Юрий Андреевич Чикатило, сын маньяка. В армии он попал в Афганистан, позже стал промышлять рэкетом. Был трижды судим. В апреле 2009 Юрий был арестован за попытку убийства своего знакомого с особой жестокостью. Оно было тщательно продумано, при этом никаких мотивов у маньяка не было. Просто хотелось убить. Все эти вот замечательные человеческие инстинкты, описанные в Библии в качестве библейских, так сказать, заветов, не убей, не укради и так далее, это все недавнее инстинктивное приобретение человека. Но древние инстинкты, они часто бывают мощнее. Они, конечно, у нас табуированы, то есть в таком подавленном состоянии существуют. Но если человеческие инстинкты не удовлетворяют при жизни этого человека, то ему жить, природа запрещает страдать долго. И ему приходится вынимать, так сказать, древнее наследие. И возникают люди-клептоманы, которые не могут не воровать. Возникают насильники. Мозг и поведение отца и сына Чикатило исследовали многие ученые. Однако никаких явных отклонений они не обнаружили. Но тогда в чем причина такой нечеловеческой жестокости, неужели жестокость действительно обусловлена генетической программой? В поисках ответов ученые пришли к выводу, что подобные люди не способны получать удовольствие от того же, что и нормальные люди. Практически у всех преступников серьезно нарушен обмен веществ. Одних гормонов вырабатывается избыточно, других недостаточно. На третье дефектные гены не реагируют или разрушают их. Если адекватному здоровому человеку для ощущения удовольствия достаточно съесть шоколадку или сделать доброе дело, потенциальным преступникам, чтобы почувствовать хоть что-то, нужны очень сильные раздражители, запредельные для нормальной личности. Более того, доказано, что у маньяков и убийц, вроде Чикатило или Андреса Брейвика, отсутствует сочувствие ближнему. То есть они страдают эмоциональной глухотой. И если ребенок мало того, что несет одни и те же гены, так он еще и воспитывается в такой же семье, ну, примерно с теми же самыми факторами окружающей среды, то, естественно, он становится очень похожим на своего отца. Есть, например, другая история, когда у гениев рождаются дети, которые тоже имеют те же самые черты гениальности. Это как бы позитивная сторона той же самой ситуации, когда отец или мать передает своему ребенку какие-то гены, которые в итоге проявляются в какой-то степени. Сострадание и милосердие считаются добродетелями во всех религиях. Это важнейшие качества, делающие человека человеком. Но люди с дефектными генами их лишены. Такие душевные инвалиды с удивительной регулярностью появлялись на протяжении веков. От римских императоров до обычных узурпаторов типа Пол Пота и Саддама Хусейна. Однако исследователи уверены, что природа неспроста допустила возможность генных мутаций. Они могут приводить к рождению не только инвалидов души и тела, но также гениев. А в целом повышают выживание вида в постоянно меняющемся мире. А еще высшие силы словно бы позаботились о том, чтобы один тиран был сильнее другого и был способен его уничтожить. Вспомните дуэль двух великих злодеев Гитлера и Сталина. Но если ген жестокости существует и может передаться по наследству, то ученые предположили, что таким же образом из поколения в поколение могут передаваться гены счастья и удачи. Впервые о таблетке счастья научный мир заговорил в 1976 году, когда профессор Чо Хао Ли провел уникальные эксперименты, в результате которых обнаружил необычное вещество, которое отвечало за эмоциональное состояние человека. Это и был эндорфин, гормон, который делает человека счастливым. Более того, выяснилось, что эндорфины уменьшают боль, успокаивают, улучшают настроение. А главное, что поразило ученых, по своим свойствам эндорфины схожи с морфием и обладают таким же дурманящим качеством. Но вскоре ученых шокировало новое открытие. Они обнаружили, что организм человека способен вырабатывать целый коктейль из веществ, по своим свойствам напоминающих наркотики. В августе этого года мир облетела сенсационная новость. Новозеландские ученые из университета Донидина раскрыли секрет счастья. Как выяснилось, его истоки следует искать в детстве. Исследователи более 30 лет наблюдали за взрослением 800 испытуемых. Оказалось, что доверительные отношения ребенка с друзьями и родными – залог счастливой жизни в будущем. Такие дети вырастают уверенными в себе, живут в гармонии с миром и умеют бороться со стрессом. Есть совершенно вредная установка, что причина изменения вашего настроения – это внешняя среда. Это очень выгодная позиция сказать, какой-то человек испортил мне настроение. Погода испортила мне настроение. Что-то я проснулся не в настроении. Ощущение счастья необходимо человеку, как воздух. К такому выводу пришли многочисленные исследователи. Иначе организм начинает испытывать настоящий голод от недостатка положительных эмоций. Американские генетики Дэвид Каммингс и Кеннет Блум сформулировали концепцию синдрома дефицита удовлетворенности и доказали, что не все люди способны полноценно испытывать счастье. Ученые нашли несколько генов, нарушения в работе которых приводили к отклонениям в работе мозга и всей нервной системы, отчего человек впадал в уныние. Однако, если один из генов, отвечающих за ощущение счастья, работает плохо, его страхуют другие гены. И человек все равно способен испытывать радость. Даже мутация, нарушение в одном из генов, так называемых генов счастья, оно не приводит к тому, что человек тотально перестает быть счастливым. Все равно есть какие-то обходные пути, есть другие способы получения удовлетворения, этого счастья. Поэтому мутации в рецепторах или в самих гормонах серотонина, дофамина, они не настолько фатальны, как это могло бы казаться на первый взгляд. Хуже, если возникают нарушения в работе сразу нескольких генов. Такие дефекты могут передаваться по наследству и отчетливо прослеживаются в некоторых семьях из поколения в поколение. Так, отец классика литературы Эрнеста Хемингуэя был склонен к депрессии и покончил с собой. То же самое произошло с самим писателем, а затем с его внучкой. Дэвид Камингс написал книгу «Генетическая бомба», в которой он показал, что из поколения в поколение число людей, или вернее доля людей, страдающих синдромом дефицита удовлетворенности, растет. Именно синдром дефицита удовлетворенности привел в свое время к тому, что молодой ученый Яков Маршак уже в 25 лет стал алкоголиком. Но тогда он не подозревал, что его жизнь определяют несчастливые гены, полученные по наследству. Слава Богу, я в это время увлекся йогой, которая дала мне возможность оставаться трезвым. Я уже более 40 лет совершенно трезвый и никогда не употребляю алкоголя. Но для этого мне надо было позаниматься и стать счастливым человеком, счастливым изнутри. Российский ученый Яков Маршак первым доказал, что синдром дефицита счастья может передаваться по наследству. Это означает, что если в роду у человека, например, были алкоголики, то он рождается с почти нулевым счетом счастливых событий. И вся его жизнь становится своего рода отработкой прошлых грехов. Нередко такие люди сами становятся преступниками или зависимыми, ведь их ген счастья блокирован. Свою теорию Яков Маршак решил проверить на себе. Ученый взял анализ своего ДНК и сравнил с ДНК своих родственников. Результат был невероятным. Оказалось, что Яков всю молодость отрабатывал неблагоприятный опыт своих предков, в том числе и родителей. То унаследованное, то и унаследованное. Но существует, и сейчас все более исследуется, то, что называется эпигенетика. Варианты развития на тех же самых генах, они могут быть разными. И можно в это вмешиваться. Причем вмешиваться можно даже во взрослом состоянии, когда человек взрослый. Более того, собственный опыт подтолкнул ученого к исследованиям, как помочь людям с патологическими зависимостями. Оказывается, что наш мозг обладает пластичностью. В мозгу только 15% вещества – это нервные клетки, а 85% – это так называемые глиальные клетки. И раньше думали, для чего глиальные клетки? Да они кормят мозговые клетки. Ну, они как бы уборщики, забирают отработанные вещества. А теперь выясняется, что они и модулируют работу этих самых нервных клеток. Нервные клетки – это как бы электрические провода. А что воздействует на них, чтобы они поинтенсивнее или, наоборот, слабее? Что является дирижером этого оркестра? Это глиальная ткань. И вот эту глиальную ткань можно изменять. В 96-м году Маршак открыл Центр реабилитации для больных наркомании и алкоголизма. Успех лечения по его методике составляет 70%, что для таких серьезных патологий считается превосходным результатом. Причем это не просто выведение из запоя или наркотической ломки. Это возвращение к нормальной полноценной жизни, когда для ощущения счастья не нужны искусственные допинги. Оказывается, что интенсивное дыхание, гипервентиляция с определенными движениями, это то, что называется кундалини-йога, способны изменять, вносить изменения и оздоравливать глиальную ткань. И это подход самый современный, самый безопасный к лечению многих неврологических и психических заболеваний. Более того, генетики установили, что гормоны счастья вырабатываются в те моменты, когда человек вспоминает мгновение, в которое ему было хорошо. Или когда человек решает какую-то сложную задачу. Поэтому важно не пасовать перед проблемами, а создавать пошаговые стратегии их решения. Гормоны радости выделяются и при любом творчестве. Даже фальшивая улыбка заставляет работать мышцы лица. От них в мозг идут импульсы, благотворно влияющие на нервную систему. И настроение поднимается. Более того, ученые доказали, что счастливые люди живут дольше. А последние уникальные исследования генетиков доказали, что за ощущением счастья, как по цепочке притягивается удача и везение. Так впервые появилась сенсационная версия о том, что у человека может существовать ген удачи, который, как и ген счастья, может передаваться из поколения в поколение. Когда он попадает в поток, у этого есть очень простой признак. Вдруг начинает везти, и все начинает складываться хорошо. Вот прям приходят вовремя автобусы, люди неожиданно звонят, те, которых там не слышал 10 лет. Что-то вот такое начинает происходить. И это вот везучесть и везение. Для этого нужно как раз, для того, чтобы вот такие вот сигналы от окружающего мира или от системы большего масштаба ловить, они вообще бывают. Надо просто немножко системе доверять, и второе вот верить в себя. В мае 2006 года в своей квартире в нищете умерла жительница Уфы Надежда Мухаммедзянова. Ей было всего 52 года. Женщину сгубил алкоголизм, который развился у нее после фантастического выигрыша. Пятью годами ранее Надежда купила лотерейный билет и выиграла миллион долларов. Но огромные деньги не принесли ей счастья. Проанализировав десятки подобных историй, исследователи пришли к невероятному выводу. Оказывается, ген удачи активен не у всех людей. У некоторых он блокирован. И именно поэтому любая удача становится роковой. Легендарный ученый Владимир Вернадский первым выдвинул гипотезу о том, что все люди незримо связаны на энергоинформационном уровне. Вместе они образуют ноосферу, разумную оболочку Земли. Это огромный, похожий на компьютерный, банк памяти и знаний человечества. Именно из него удачливые люди бессознательно черпают информацию о том, куда отправиться и что делать, чтобы тебе повезло. Но очень часто поймавшие волну удачи люди пугаются внезапного везения. Видимо, то же самое произошло с Надеждой. Она могла не поверить в это, не могла понять, чем теперь ей за это придется платить. Ну, условно, чего я теперь в связи с этим должна? Если у человека нет контакта с собственным пониманием смысла жизни, предназначения и так далее, это очень губительно. Потому что деньги сами по себе, они же не являются каким-то универсальным. Они не могут являться целью, они всегда средства для решения чего-то. Исследователи считают, если не знать, как распорядиться выпавшей удачей, слишком переживать, в действие вступают мощные силы Вселенной, которые стремятся восстановить равновесие энергетических потоков в мире. Если человек не воспримет их профилактические удары и не образумится, его могут даже уничтожить, чтобы он перестал нести в мир хаос. Такой запутавшийся человек уничтожает себя сам. Он впадает в депрессию, боясь потерять полученное или терзаясь, что его не заслужил. Но чего больше всего боишься, то и происходит. В результате вчерашний везунчик теряет удачу. Это всемирно известный ювелир Андрей Ананов. Однажды в детстве в бабушкином сундуке он нашел открытку с загадочной подписью. На этой почтовой открытке, на лицевой стороне было изображено такое величественное здание, а ниже была надпись «Казино Монте-Карло, 1912 год». А на обороте черными чернилами почерком моего деда было написано «Машер, прости меня, я проиграл наших лошадей на Вентруа». Вентруа – это 23 по-французски. Дальше написано было «Ну, все, что не делай, все к лучшему». Говорят, овес нынче сильно подорожил. Уже позже Андрей узнал, что на этой открытке его дед просил прощения у своей жены за проигранное состояние. Эта находка поразила воображением мальчика. С того момента Ананов необъяснимым образом стремился попасть в казино и почувствовать на себе вкус победы. Я себя представлял очень ярко своего деда в светлом чесучевом костюме, в мягкой шляпе, с сигарой, с бокалом шампанского, обязательно с красивой женщиной рядом, который легко играл на рулетке, улыбался даже, проигрывая, давал крупье на чай, проиграв. И меня очень потянуло в этом казино. В 91-м году Андрей Ананов впервые попал в мечту своего детства, в легендарное Монте-Карло. Он был уверен, что проиграется, как и дед, но казино влекло неодолимо. Мне хотелось этим воздухом подышать, этой атмосферой, в которой когда-то был мой дед ровно сто лет назад. Андрей ставил на роковое число 23 и ждал, что его постигнет участь деда. Однако первое время новичку везло. Однажды он выиграл больше двух миллионов франков. А, естественно, я ставил на 23, на ту цифру в НТРА, которая была написана в открытке. И, как ни странно, мне очень везло. То есть я угадывал эту цифру, ставя одну фишку всего на все на эту самую клетку, ну, раз, наверное, в восемь за вечер. Это нереально, в принципе. И вместо того, чтобы проиграть, я выиграл. Именно тогда Ананов понял, что число 23 неудачное только для его деда. А для него оно своеобразный повод отомстить за родственника, отыграв у судьбы его проигрыш. Законировалось в том, что гены дедовские мято привели. Я, как дед, также был игроком и всю жизнь был игроком. Играл в разные игры. Игры с судьбой, с советской властью. Там, спортом занимался, в карты играл. И, в общем, все время во что-то играл. И без адреналина вообще жить не мог. Но, поэтому, безусловно, меня туда привели как бы дедовские гены. Но очень скоро Ананов начал регулярно проигрывать. Причем также по-крупному и даже на счастливом числе 23. Чтобы не нарушать вселенского равновесия, Ананов перестал ходить в казино. Словно та же сила, которая его туда подтолкнула, приказала идти в обратном направлении. За годы, проведенные в этом казино, убедился в том, что есть дьявол, который все это придумал. И который за твоей спиной стоит. И, безусловно, гены командуют человеком. Но не только гены. Наверняка есть такое понятие, как судьба, когда тебе дается возможность стать в тебе заложенные способности, которые можно использовать как во благо, так и во вред. Последние открытия ученых доказывают, что удача тесно связана с интуицией. У везучих людей она хорошо развита. Именно поэтому удачливые люди, как правило, занимаются любимым делом, которое выбрали еще в юности. Внутреннее чутье также помогает найти подходящего спутника жизни. Более того, генетики доказали, что интуиция действительно передается генетически, по наследству. Однако ученые признаются, что последние исследования – это лишь верхушка таинственного айсберга под названием гены человека. Возможности нашего организма не изучены до конца. Но если включить спящие резервы, просыпаются поистине удивительные способности. Но пока это происходит только в экстремальных условиях. Где же стоит ограничитель наших возможностей? Кем и для чего он был поставлен? На мой взгляд, мы далеко не единственная разумная раса на нашей планете Земле. И помимо нас здесь очень много, или не очень много, других разумных рас существует. Мы их просто не видим в силу своего невежества. И вот именно в этом направлении, как мне кажется, нужно сосредотачивать усилия, научные и исследовательские усилия. И, между прочим, это же делается. Таким исследованием минимум сто лет. И итальянцы этим занимаются, и американцы этим занимаются, и русские этим занимаются. Уже сто лет. Только информация не выходит наверх. Совсем недавно американский исследователь Пол Зак обнаружил, что человек, которому доверяют, не только чувствует себя хорошо, но и становится лучше. Это связано с действием еще одного из гормонов счастья. Именно благодаря ему родители так привязаны к своим детям, чувствуют потребность заботиться о них. То же происходит между супругами и родственниками в счастливых семьях. Более того, от хорошего отношения гормон счастья активизирует свою работу. Это же создает атмосферу добра, атмосферу доброжелательства, атмосферу царящей в воздухе. В Нью-Йорке я чихнул на улице. Пять человек, сказали мне, год был еще. Пять человек, незнакомых, не людей, прохожих. Вы не представляете, я летал над асфальтом еще с полчаса, наверное, после этого. Пол Зак уже получил разрешение на экспериментальный ингалятор, который он испытывает пока только на себе. Один вдох, и человек становится счастливым и доверчивым. Разработками ученого уже заинтересовались военные и политики. Теперь осталось дождаться, что победить. Массовое зомбирование гормонами в корыстных целях или библейская заповедь. Поступай с ближним так, как хочешь, чтобы обращались с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok